Всем доброе утро! Хорошего дня, хорошего настроения, позитивчика на день. И вы уже знаете, что я за 8 месяцев похудела на 26 килограмм. Благодаря вот этим продуктам, которыми я питаюсь, я выставляю каждый день тарелочки. Вы можете повторять за мной, если хотите достичь желаемого результата. Конечно, каждый организм, каждый человек индивидуален. У кого-то похудение будет быстрее, у кого-то не так быстро. Но по-любому результаты будут. Важно в нашей системе терпение. То есть не нужна никакая спешка. Идем медленно к назначенной цели. Я подогрела водичку. Вот мой уксус. Вот такой вот. Я его покупала на Валкбересе. Все-таки мне почему-то в Валкбересе. Но на Валкбересе. И видите, сколько я выпила? Я его прямо как коньяк. И мне он очень нравится. Так, наливаю в стакан, ну на глаз, столовую ложку уксуса. И, кстати, цена его тоже как такой, ну, типа не очень дорогой коньяк. Цена, цена литровой бутылки уксуса 26 рублей наших белорусских. Это получается 8 долларов. Ну, конечно, не знаю, дорого это или нет. Конечно, как раньше, для меня это было бы дорого. Но когда я начала уже понимать о здоровой пище, о здоровом питании, то вы знаете, нет, это не дорого. Я же внутрь это принимаю. Я же не хочу травить себя любимую. Ну, как-то так. То есть, считай, что это нормально. Сколько мы пьем? Нет, сколько мы раньше покупали всяких алкогольных напитков? И без разбора. Пошел, купил пиво, водочку, коньячка, венца. И все нормально. И никогда не смотрели на цену. Просто надо. Просто так. За компанией. Просто так. Сели, выпили. Вот и все. Пьем настоящий добротный уксус яблочный. Так, размешиваем. Так и хочется сказать. Обалденно вкусный. Понимаете? И видите, как человеку нужно мало. Радуюсь уксусу. Как-то вообще правильно это ли? Иду споласкивать рот. Все-таки это уксус. Ну, а сейчас нужно чего-нибудь погонять. Типа желчи. И сегодня просто. Иди сюда. Кстати, вот смотрю на себя, неужели я такая уже худющая, что мне все гречат, хватит уже худеть, а мне нравится, и вы знаете, реально не хочу быть пышкой больше. Мне сейчас очень легко, и вот там день назад мне написали, что достаточно, потому что я нездорово выгляжу, у меня нездоровое похудение. Люди, что в моем похудении нездорового? Скажите, у меня самый простой свет, у меня нет никакого дополнительного освещения, у меня нет никаких фильтров. Мои все видео, вот как я сняла видео, я немножко его обрезала, потому что много лишнего бывает, и я его выкладываю. У меня вообще нет никаких фильтров. То есть, что у меня? Вот кожа у меня, как она есть, так и есть. Ну да, вот эти, всех волнуют мои вот эти носогубные складки. Все, лицо потекло, лицо растеклось. Я не знаю, люди, зато смотрите, какая кожа. Кожа, такая кожа, настоящая кожа, прямо дермантин такой. У некоторых людей на лбу бывают вот такие складки, ничего. Ходят, живут. А что делать? У некоторых висит вот эта шея, у меня где она висит? Я сейчас смотрю, знаете что? Даже вот эти, как это называется, они типа бульдожные щечки такие. И то такое чувство, что стало меньше висеть, потому что раньше, когда здесь был жир, они прямо такие нависали. И смотрите, пусть лучше мое будет лицо худое, чем оно было когда-то вот такое, как воздушный шарик. Это раз. Во-вторых, ну поверьте, такая легкость в организме, я не хочу менять на то, что было раньше. То есть вот люди пишут там 100 килограмм, но я выгляжу там покрасивее. Ладно, отлично. У кого-то красота на первом месте. Но у меня, поверьте, что нет. После того, как я похудела, я поняла, насколько мне легко. И этого не поймет тот человек, который не похудел. Потому что человек, который носит на себе, на своих плечах, на своих ногах 100 килограмм, по сути, от нормального веса его отделяет хороших 40 килограмм. Вы представляете, что такое взять и таскать каждый день, везде и всюду 40 килограмм мешок картошки? Ну-ка попробуйте. Вот сейчас загрузите меня мешком картошки. Каково будет мне? И это же постоянно. Это нагрузка на спину, нагрузка на суставы, на колени, на все. Зачем? Ради какой-то красоты? А зачем мне та красота, чтобы там мной восхищались где-то? Я в меру для себя красивая, для мужа красивая. Что мне еще нужно в этой жизни? Да, можно пойти избавиться, можно пойти наколоть. Но я не знаю, хочу ли я этого. Вколю один раз через полгода, второй, третий. Мне это нужно? Нет. Я самый обыкновенный простой человек. Пусть там артисты колют это все. А для нас, для простых, зачем? Мы стареем натуральным образом. И наша старость неизбежна. Это физиологический процесс. И мы от него никуда не избавимся. И вы знаете, когда люди начинают переживать из-за старости, что они там потеряют свою красоту, вот в этом проблема. Потому что люди становятся нервными. Люди боятся выйти на улицу ненакрашенными. Или еще там что-нибудь. Что вдруг кто-то их не увидел, что вот они такие некрасивые. У меня такой проблемы нет. Я понимаю, что у меня уже, как в прошлой жизни, как по прошлому режиму, я была бы уже 3 года, почти 3 года, как на пенсии. И я для пенсионерки выгляжу, мне кажется, просто-таки нормально. Даже не заморачиваюсь. То есть я понимаю, что я старею. Или там взрослею, как угодно так и называйте. И это процесс необратимый. Мы никуда от этого не денемся. И от того, что у меня в голове вот этот процесс есть, я не переживаю по своей внешности. Самое главное для меня это здоровье. Я сейчас летаю. Вы не поверите, но это так. И, кстати, например, взять мою прошлую жизнь, когда я была вот такая под 90 килограмм. Я не знаю. Я была тогда помоложе. Я была покруглее. Может быть, у меня вот этих, конечно, не было таких моих складок. Они были заполнены жиром. Но я скажу, что я чувствовала себя намного хуже. Конечно, комплекса у меня не было никогда. Но какой-то уверенности может быть где-то маловато. Потому что, вы знаете, вот так как я работаю за рулем, я понимала, что когда я встаю, у меня зад не такой, у меня попа не такая, а вот такая. Иногда, может быть, меня, ну, как-то мне было некомфортно. Вот по моей попе, по моей жирной вот этой попе. Сейчас я чувствую себя на всех сто процентов классно. То есть, если выбирать между той жизнью и этой, пусть даже будет у меня больше морщинок, то я выбираю эту. Это по-любому. Потому что сейчас я чувствую себя намного лучше и классно. И вы знаете, что я еще скажу? После моего похудения, вот сейчас, я вижу, у меня даже походка другая. Потому что раньше я ходила вот так. То есть, все переваливалось. А сейчас у меня нечем переваливаться. А сейчас у меня все классно. Вот, смотрите, еще попасты. Чему тут переваливаться? То есть, это вообще... И, кстати, там кто-то пишет, что Татьяна, хватит худеть. Нездоровый, нездоровое похудение. А вот напишите мне, что значит хватит худеть? Это что мне сейчас значит есть углеводистую еду? Вот у меня такой вопрос. Напишите мне, пожалуйста. Как мне прекратить уже худеть? В понимании, я сейчас на хорошем, сбалансированном, здоровом питании. Если бы я голодала с целью похудения, То я могла бы дойти до анорексии. Но я не голодаю. Я ем много еды. И полезной еды. И при этом я по чуть-чуть худею. Я понимаю так, что когда мой организм придет к своему какому-то определенному весу, И, наверное, что бы я ни делала, вес ниже не пойдет. То есть, я, конечно, поставила в целях себе 58 килограмм. Но я не знаю, дойду я и до них. Вот сейчас, потому что уже 3 недели, наверное, или там 4, И, кстати, я вот посмотрела по своим бумажкам, которые я записываю. Вы знаете, вот у меня уже практически месяц вес стоит на одном уровне. То есть, 17.06, то есть, 17 июня у меня вес был 61,1. И сейчас у меня вес 68. То есть, вот месяц мой вес колеблется туда-сюда. Такие качельки. Вы знаете, я не переживаю. Потому что я ем здоровую еду. И, в принципе, не очень важно, какая цифра на весах. И так как я понимаю, что невозможно, чтобы вес каждый день снижался. И сейчас я ставлю такой план для себя. То есть, я не гонюсь, чтобы вот именно была цифра 58. Но к Новому году постараться 58. Я думаю, что мой организм остановится тогда, Когда ему будет комфортно в каком-то определенном весе. То есть, если мой вес остановится в 59, Ну, ничего, значит, будет 59. То есть, как-то так. До анорексии я не дойду, потому что я дружу с головой. Я ем очень много, очень сытно. Даже муж говорит, боже мой, сколько тебе можно есть. Вы понимаете? Смотрите, вес у меня сегодня 68. Потому что организм не может худеть постоянно. Ну, не может. Ему надо привыкать к новому весу, там, балансироваться туда-сюда. То есть, я по этому поводу не переживаю. И не переживайте вы, если вы худеете, худеете, и вдруг вес остановился. Ну, у нас же не конец жизни. Мы же продолжаем жить. Кето-питание должно стать образом жизни. Кето-питание, конечно, это такая диета, чтобы быстро похудеть. Но когда вы поймете, что мы худеем здорово и правильно, то, я не знаю, может кому-то и не захочется уходить от этого питания. Потому что это питание классное, разнообразное и вкусное. И раньше я так вкусно и разнообразно просто не питалась. Вот честно скажу. У меня было... И раньше у меня было намного скучнее мой рацион. Ну, наговорила вам сегодня опять много. Ну, как есть. Спасибо большое всем, кто со мной, кто вместе готовится. Мне очень приятно, что мои наработки, что мой опыт кому-то помогает. То есть, я прямо радуюсь, что я делаю какое-то правое дело. Вот. Спасибо за комментарии, за лайки. Ну, а за подписку, кто ко мне приходит новенький. Вообще, большое отдельное спасибо. На этом все. Всем мира, добра, любви. Всех люблю. Всех обожаю. Обнимашки. 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 И вы знаете, нужно любить всех. Тогда жизнь становится прекрасней. Всем пока.